мы знали что будем играть таких сложных при таких сложных погодных условиях и приблизительно в общем-то готовились к этому и в общем-то говорили ребятам как играть с первых минут понятно что сзади нужно было играть попроще вы видели в некоторых моментах просто в общем-то посылали мяч вперед задача была в средней части поля обеспечить подбор если мы будем проигрывать верховую борьбу вот так же рассчитывали также думали предполагали что соперник также будет играть простой футбол в принципе это оправдалось вот ну и на первое место конечно же вышла эта борьба на каждом участке поля которую в общем-то вы видели с первых минут мы вступили и старались не проигрывать единоборство старались по ситуации в общем-то и играть прессинг накрывать соперника не давать им спокойно чувствовать когда мяч находился у них в первых с первых минут вы видели имели два неплохих момента где должны были уже забивать и повести в счете потом игра немножко выровнялась выровнялась вот и у соперника были в принципе неплохие подходы к нашей штрафной но в принципе сегодня сыграли без ошибок это радует потому что те матчи которые мы проиграли или скажем ту серию которую мы имели неприятно все-таки три последних матча 0-1 и все решало вот эти грубейшие индивидуальные ошибки вот сегодня к счастью их не было ну и использую стандарт над стандартами мы тоже работали разыгрывали угловую было несколько комбинаций но в принципе в общем-то прошла обычная стандартная комбинация где в общем-то мы забили гол я поблагодарил ребят за задачу сегодня действительно выложили все до конца и считаю заслуженно добыли очень важные для нас 3 очка нужно говорить о том что хоть настроение после вот этой серии неприятной которая на всех на нас давила там по большому счету если так проанализировать мы сами себе в общем-то привозили эти голы грубейшие ошибки соперник нас сразу же наказывал за это хорошая неплохая на мой взгляд была игра в казани в первом тайме больше тактическая борьба шла да мы в общем то не давали свободных зон сопернику но во втором тайме опять на ситуация где мы раскрылись и нас сразу же наказались поэтому психологически это все давило давило и сегодня наверное вот как камень сердце упал и я думаю что все остались довольны не только мы но и болельщики которые пришли поболеть нам за нас в такую погоду им тоже огромное спасибо их было слышно они гнали ребят вперед скандировали хорошие вещи это настраивает на положительный лад на то что действительно мы они они должны быть вместе командой и команда в общем то сегодня их отблагодарил планы вы наверное уже знаете по моему же на сайте они уже выложены у нас будет три запланированных сборов турции вот конечно же будут изменения однозначно несмотря на общем такие эмоции мы трезво все оцениваем мы все анализируем понятно что нужно усиление в каждой линии насколько они будут серьезными это уже покажет время сейчас ведутся уже переговоры с потенциальными новичками в общем то есть действительно футболисты хорошего уровня вот поэтому все как боится проходит в рабочем порядке ну мы тщательно разбираем каждый прошедший матч тщательнейшим образом указываем на ошибки указываем как нужно действовать в той или иной ситуации вот и сегодня я действительно доволен тем как сыграла линия обороны в общем практически не дали создать ничего ничего серьезного наших ворот хотя там в общем то играли довольно форварды довольно таки хорошего уровня несмотря на погодные условия все равно и бали и будковский это люди которые в общем то решают судьбы судьбы матча да и предыдущий матч сам карам это показал доказал да поэтому здесь строго сыграли я очень доволен что и в верху в общем то боролись и беляев в том числе вверх в то скажем так большинство единоборств выиграл вот ну и соответственно наверное вот его гол каким-то образом он отдал долг должок команде за ту ошибку которую совершил в казани продолжать тему нападающих уже есть вот конкретно кто будет у нас весной забивать вот договорились уже с кем-то знаете хорошие нападающие они вообще в красной книге мы знаем поэтому вот и и варисе с тем поверьте мне очень тяжело тяжело найти подходящий вариант подходящий вариант но мы у нас есть еще время мы рассматриваем любые все варианты все всевозможные мы понимаем и вы понимаете вы что же не слепы все прекрасно видите и понимаете что в этом наверное язык наша большая проблема что у нас нет такого форда впереди да как скажем других командах которые цепляются за мячи я здесь не раз говорил какими качествами должен обладать такой форвард для примеры особенно для нас цеплялся за мячи чтобы в общем доказывал давление что в таких ситуациях в штрафной площади разбирался в эпизодах то есть есть момент для удара бил забивал и так далее глюв с глиевым чутьем вот сожалению очень тяжело его найти но мы как бы ищем в поиске находимся и надеюсь что подберем подходящий вариант для нас ну как вы думаете как я отвечу на этот вопрос конечно я против такого футбола конечно я за футбол который доставляет в общем-то удовольствие игрокам по крайней мере удовольствие это рабочие моменты где они в общем-то могут проявлять свой уровень вот конечно же на таком поле это делать невозможно здесь на первое время на первое место выходит борьба единоборство вот какие-то силовые моменты но не вот действительно футбольные вещи поэтому календарь есть календарь конечно но надо конечно что-то думать в этом в этом плане что так не недопустимо играть таких условий спасибо коллеги больше нет все таки победная пресс-конференция позволяет такой немножко легкий вопрос задать сегодня не все узнали илью максимова даже вот ложа пресса с чем связан такой сменный имидж я скажу я на установке тоже не узнал это уже думал как нового игрока приобрели без 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 меня но насколько я знаю он решил что-то поменять это тоже относится к футбольным каким-то моментом что когда не идет когда все как-то тяжело все как-то вот давит вот поменять имидж как он мне сказал что-то новое и в общем-то но увидишь сыграла сыграла спасибо давайте на этой ноте